Ольга Карол. Уважаемый, вы знаете, это письмо пришло последним с 18-го. Нет, не последним, в одной из последних. А просто сказать, да вы что, 35 вебинаров позади, вот смотрите и изучайте. Не могу я, вроде отфутболил. Итак, у меня здесь, как умеют же люди работать, взяла и такой мне преподнесла комплимент. Как единственному специалисту и мастеру сада. Ну как, все, обязан отвечать. Разрешите задать вопрос. Тут получается три вопроса. Нужно ли вскапывать землю вокруг деревьев осенью и весной? Ну, я считаю, что не нужно. Я об этом рассказывал на нескольких вебинарах. Я показывал, знаете, тех специалистов, которые калечат землю, я вначале их просто не называл. Потом намекал. Потом уже в отчаянии, последний вебинар, я уже фамилии называю. Сколько можно людей дурить? Пришли в лес. Это я обращаюсь к Ольге, ко всем. Посмотрели. Земля не скопана. Значит, скапывать не надо. Скажете, сад это культурный, его надо скопать. Когда-то была совершенно страшная, страшная ошибка. И единственное исключение. Помните, я на предыдущем вебинаре сделал? Вначале изувечили деревья. Деревья больны настолько, что покрыты мхом. Ясно, что там полно всякой дряни, этих, листососущих кров. Я еще не понимаю, они почти все ветки отрезали, что-то непонятно. Что ж там жрать-то даже? Даже этим, так называемым, плохим насекомым нечего. Листы грызущих, сока сосущих. Вообще ужас какой-то. Вот тогда еще, может быть, на юге вскапывают. Но там для чего деревья обрезают? Они добиваются более крупности плодов, даже сахару, может быть, не больше. А то, что короткий век, помните, название придумали? Это ежать. Наши-то тупые половину восприняли это, а вторую половину не хотят. Что луговые сады, а это короткий век. Когда с этими, с осмородиной, ну, видели фотографии, там, осмородина крупная, здоровые кусты. Я приводил пример. С пятого года отрезаем самую лучшую, самую мощную, самую спелную, там, где получается максимум будущих плодов, то есть завязи. Отрезаем ее на следующий год, опять лучше, опять лучше. И получается 20 лет прошло. Кстати, не идет речь о сеянцевых этих кустарниках. А я говорю про смородину, про сортовую. И вот 20 лет прошло, а она все в одной паре, и плоды крупные, и урожай. И главное, что каждый раз, когда кажет, одна из пяти, там, шести веток отрезается, или там, из десяти, но самая мощная. Вот. Вместе с ней уходят болезни. И вот, когда луговые сады на юге, там много обработок, уже понятно, куда деться. Плюс они еще что умудряются? Они умудряются еще, это самое, с этими обрезками убирать часть, часть, часть. И короткая жизнь у дерева убирать вместе с ними и вредителей. А у нас надо, чтобы дерево прожило как минимум 30 лет, а лучше 50. Ну, естественно, оно становится, так уже обрастает этими, как их назвать, этими болезнями. Даже молодые. То есть нам, если их не обрезать, не калечить, то и... Алло. Здравствуйте, я вас услышу. Васильевич, значит так, Антон, мне попросил передать, что сейчас, когда вы на связи, собьется вся работа этого самого вебинара. Поэтому я только, я включил, чтобы поздороваться с вами, пожелать здоровья. А дальше я скажу, что вы пережили опять тяжелую болезнь, что вас только привезли с Владивостока. Вот, и... Мне вообще 180 удовлетворение. Сколько? 180. За 180. Все понятно. И я, он какой? Вижу, я вас на экране видят и слышат мой голос. Ваш голос, наверное, не слышат. В прошлый раз не слышали. Вот. Поэтому я сейчас вас отключаюсь, иначе мы весь вебинар не соберется. Тебе пришел номер, номер? Нет, еще номер, это самое, не пришел. Все, я отключаюсь. Пришлите на мой электронный адрес номер. Можно с смс-кой на мой этот, на мой телефон. Так. Я Ане сказал. Васильевич, я отключаюсь, поверьте, это... Иначе потом все соберется. Я зря ты меня просил, чтобы я... Я хотел, чтобы вас увидели, не забывали и поздоровались с вами. Ну, все, пока. Я плохой совсем. Да, понятно. Честно говоря, эту встречу устроил я, потому что мы давно не видели Васильевича. Он все время у нас на этом, на... Он все время у нас по больницам. В каком состоянии, сами видите. А что про номер сказать, это ему деньги выслал ребрик. Вот. Александр Алексеевич. И москвич, главный редактор журнала «Песни садовода». Поэтому я у него спрашивал номер карточки. Так, поедем дальше. Если еще, короче, теперь говорить. Короче, я считаю, что скапывать земли не надо. Ну и потом давайте так, еще... У меня такой есть козырь. Один из примеров, почему у нас сады забрасывает. Ну, представляете, человек вдруг узнает, что если у него там сад пять соток, скопать пять соток, а потом оказывается, все лето опять лезет трава. И опять надо, ну пусть не скапать, но рыхлить. И так каждый месяц, каждый месяц. Вот, получается... Ой, не осенью весной, а весной, летом и осенью. В общем, глупость страшная. Тем более, она совершенно не нужна. Я уже столько раз про это говорил. Вот мне иногда кажется, что я врагов наживаю таким образом. Потому что человек всю жизнь не просто скапывал, он учил людей, каторжные, ненужные и еще и вредные работе. Смотрите, муравьев уничтожаем, так. Червей уничтожаем, бактерии уничтожаем. Значит, это самое... Ходы подземные этажи уничтожаем, а там же целый мир, который мы даже не подозреваем. Корни нарушаем, само собой. Значит, прекращается подача туда кислорода. А эти самые дебильные примеры... Типа это... Я говорю, это каким надо быть, чтобы взять и всю Россию учить с помощью ВИЛ подавать кислород. Не имея ничего, ни понятия. Когда они прекратят? Меня вот это интересует. Ну ладно, я не мог... Дальше, нужно ли берить ствол дерева для защиты от морозобоина. Я не белю. Вот. Дело в том, что... Плюс на минус. Может быть, какой... Морозобоин станет чуть-чуть меньше. Но дерево, они имеют свою природную окраску. Речь идет о коре штамба и скелетных веток. Она имеет свою окраску. Окраска для того, чтобы впитывать солнечные лучи. Не забывайте, где мы живем. Слово морозобоина, наверное, это про морозобои... Морозные страны. Про Россию речь идет. А не про Италию с ее этими самыми. Вот. Где умудряются еще и в эти теплицы прятать. Огромные сады. Вот. Ну ладно. Я этого не делаю. Потому что плюс на минус. И я не вижу никаких преимуществ. Если бы у меня сады погибали бы... Я не побелил. Он погиб. Что-то у меня такого не было. У меня в этом году, по-моему, не это самое. Только несколько персиков погибло. И то они еще были полуживые. Но знаете, какой принцип? Чтобы кто-то фотографию не сделал, а потом не смеялся. Они были выпилены. Кроме трех или четырех. Да, я покажу. Так. В общем, главная задача темный ствол. Это впитывание тепла, солнечного тепла. Поэтому я не берю. Как часто поливать деревья летом в засушенных регионах? Естественно, поливать надо. Самое главное. Это прислушиваться к внутреннему голосу. Смотреть на прогнозы. Вот. Которые иногда сбываются. Как ни странно. Так, я о дождях. И стараться перед дождем не поливать. Это уже дерево очень опасно. Никаких обильных поливов. Я их называю не обильными, а дебильными. Никаких про почву там на метр или на два промочить. Потому что те, кто это, они же не дерево. Они же, понимаете, они даже не пробка. Есть такое пробковое дерево. Они даже не пробковое дерево. Они люди, которым кажется, что так надо. Сами ведро воды не пьют за раз. А деревья заставляют. Получается, никаких норм нет. Никаких рецептов нет. Значит, поливать, промахивать почву не более чем на 20 сантиметров. Это просто... Мне тоже, как я тоже, не пробка и не пробковое дерево. Мне кажется, что надо поливать так, как большинство дождей. То есть, большинство дождей это 10-20-30 сантиметров. Вот если дикая засуха, ну, через два дня на три, на третье поливайте. Так, теперь. Валерий Костинович, априкосы Бай, Амур, Серафим, Сен-Манджурцы заложил на статификацию за месяц до высадки. Я ведь не зря это письмо, оно как бы нас чему-то учит. За месяц, заметьте. До этого времени хранил холодильники в сухом состоянии. За месяц. Я обычно полтора-два. Высадил в начале мая на праздниках. Нормально. Бай немного прихватил заморозок. Прокнулся и взошел первым. Сажал прямо по земле. То есть, разложил, я понял, разложил. Потом присыпал грунтом сантиметров на пять. Казалось бы, способ гибельный. Слушайте дальше. Постепенно, поливая все, чем присыпал, смыл напором воды из шланга. Не с первого раза, дал немного подрасти. Сейчас селится высотой 20-25 сантиметров. Полил раз в неделю. Спасибо за косточки. Водки. Так себе вообще план. Будут ли в этом году косточки персиков? Тут, получается, в начале про косточки чуть-чуть позже. Не будут. Если в двух словах. Сейчас селится высотой. Смотрите. Он мне присылает вот такую фотографию. Если приглядитесь, друзья, в этот раз экран взялте, какой широкий сделал. Потому что, вот, я не знаю, как он умудрился у меня столько косточков выписать. Я, может, не помню. Ну, наверное, сотни. Потому что здесь такое впечатление, что все взошли. Такое впечатление, что все сотни взошли. Это просто... Естественно, что 5 сантиметров это было в начале. А потом смыл лишнее с напором воды со слами. Ну, помните мои примеры? Друзья присылали. Раскапывали. Спасали и так далее. Вот. То есть, вот это хороший пример. Больше всего мне нравится... А, нет, ладно. Мы уже... Повторяться не могу. Два раза говорил. Ну... Продолжение следует...